Врач ответила, сколько раз в день нужно есть. Наверное, каждый человек задумывается о том, как часто нужно есть. Если же говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на образ жизни, наличие болезней и личные предпочтения в пище, о том, сколько раз стоит есть в день, рассказала диетолог Светлана Павлюк в своем инстаграм. Трехразовое питание. По словам диетолога, такое питание идеально подходит для всех и очень необходимо тем, у кого есть нарушение углеводного обмена, сахарный диабет второго типа, к тому же очень такое питание необходимо тем, у кого гипотиреоз, нарушение, при котором щитовидная железа производит слишком мало гормонов, нарушение цикла и снижение фертильности, дробное питание. В теории звучит привлекательно. Небольшие порции помогают контролировать объем съедаемой пищи, а постоянные перекусы исключают чувство голода, а на самом деле такое питание приводит к тому, что еда начинает занимать все ваши мысли, целый день вы контролируете время, чтобы не упустить перекус, к тому же многоразовое питание изменяет гормональный фон, вмешивается в механизм, сжигающий жир, влияет на метаболизм печени и отправляет калории в жировые запасы. Помните, что для полного переваривания средней порции еды требуется 5-6 часов. Также такое питание противопоказано при гормональном дисбалансе, нарушении углеводного обмена, сахарном диабете и так далее и 5-разовое питание. Такое питание тоже подходит не всем. Однако 5 приемов пищи в день идеально подходят беременным, кормящим, спортсменам, людям, тратящим очень много энергии или с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также врач отмечает, что есть лучше, когда чувствуете голод, и ни в коем случае себя принуждать не стоит. Ранее мы писали о том, что врач Комаровский назвал 10 самых полезных продуктов, которые помогают продлить жизнь. Также читайте, можно ли есть продукты, пострадавшие от воды.